Здорово коты, котята, кошки, с вами Лил Бубулеч, Бубалих, Бубалех, да бля бабулех. Сегодня я расскажу про пожилого рэпера Блага Вайт, которого многие путали с Платиной по треку «Дай мне покурить». Да, Платина на КД, это его трек. Блага Вайт, наш Рурбак из МСК, на данный момент ему 24 года, и зовут его Владик Померанцев. Является основателем лейбла «Made in Russian Federation», в который входит немало известный Лотари Блиц. Первую известность Владик получил за трек «Спуст моральный» на трек «Лэми Смоки», на который они сняли клип. Не покурить, да не покурить, да не покурить, да не покурить. Темный бэнс, пульсбэк, пачка бэк уцлин. Блага имеет два совместных релиза. Один это «Мир The T-Genesis», в котором участвовал полный состав «Мира», который вышел в 2018 году. И «Айси Хатбокс», совместно с «Бухс Морай». Но буквально сегодня, в полночь, вышел сольный альбом «За мальчик», в который вошло 15 трек. А на фитах «Хоуджи Будда», «Молодой Платон», «Лавсом Мами», «Платина» и «Дэй Чин». Символом альбома стал маленький бингвин. Пусть знает почему, но мне это нравится. Первый трек заглавный под названием альбома «За мальчик». Мне он очень понравился за счет подачи блага. Она очень необычная и в принципе похожа на последнее, что выпустил «Платина». А именно «Опиатый круг». Такой же нео-трек в звучании, который супер вайбовывает даже романтично. А текст остается все таким же треповым. Смысл трека автобиографический. Второй трек вышел за неделю до альбома. Это «Благодарен», но также автобиографический. И припев 10 раз повторяется слово «Благо». Продюсером стал «Маленький ярче». Третий трек – это «Фикс Будды, брат», который вышел довольно давно. И как всегда можно слушать только из-за Будды. Но трек и так наставляет. И довольно хорош без этого мастера кунча и вокала. Бандита. Четвертый трек – это «Барбекю». Это «Интерлюдие» от «Лоттери Блиц» на супер-спуперломанном стадии «Энглиши» а-ля «Мутко». Показывать его не буду. Пятый трек, такой же по мотиву, как и первый, имеет довольно романтичную музыкальную картину. Называется «Город-герой». Шестой трек – это трек, сорвавший конец 19-го года молодым Платоном. У него галочка 80-ка в ВК уже, кстати. Трек называется «О-Джи-Джи» или «Уги». Инструментал выполнен в китайском стильке, а сделал его один из моих любимых продов – «Тюльпан-044». Зима началась, когда увидел «Уги». Бульки танцуют, как часы, когда мы в клубе. Такие поступки, так вот давно тебе надо подгузить. Ай, пропустим, пустим, курь, крюч, пипаке, как хрустим. Хожу по углам, а языки пуль, они селит, но как мухи. Твои пацаны моды, да они мутят мы зло, но не шарик культуры. Татья голодная с тобой, нас с нами теплее, чем в Канаде гуски. Будь тебе нужен подгузник, но ты не малой, ты не поднялся малой. Седьмой трек – это трек «Завод», который, наверное, самый спокойный на альбоме. И флоп-блак настолько жесткий, что сложно разобрать слова. Восьмой трек – это также интервьюди о злоте Револитс, и также на английском. Девятый трек имеет стиль Тага и продюсер Виза Гейнг Битц. Трек называется «Файбер Кастел». Восьмой трек также в стилистике Ян Тага. На фите «Дан Чейн» называется «Бэби Блю Биркин». Продюсер также Виза Гейнг Битц. Один из трек называется «Лунный свет». Он напоминает не то чувство «Викенда» или «Бигара», но с подачей благо звучит интересно. 13-й трек называется «Капслок». Он напоминает мне звучание Антохи МС. Также здесь есть отсылки на Мелом Мюзик и участника Мелом Мюзик Симми. Тринадцатый трек называется «Самый лучший рэпер жив». Напоминает звучание и подачу Марты Нань. И, вслух, мне даже сложно текст распознать. 14-й трек – это легендарный трек, который в паблик «Платина» на КД выдавали за трек «Платина». Называется «Лэми Смоки», о котором я говорил вначале. На альбоме он стал ремиксом и на нем появился парт «Платина» и «Лаксомами». Поехали на КАДа Эй, просто хочу жить, просто хочу жить, эй, эй, дай мне целый лес, я раздвину тучи, тайные агенты, я мо... Последний танец трэп под названием «Аниме» мне очень понравился за счёт подачи, похожей на первый трек, а также за счёт яркого, насыщенного бита. Альбом «Благо» получился очень хорошим, особенность, которую я заметил, это довольно классное сравнение, типа «люблю Маннику Галкин», «прождаю помену, как будто беремен», всё это довольно оригинально. Также похоже звучание на «Апираты Круг», за это большой плюс, так как, как бы, «Благо» продолжает развивать, скажем, именно этот новый жанр, который я забыл на утре. Как по мне, оценка альбома 7 из 10. С вами был любимый Баби Бубабулех, Кокот, подписывайтесь на мой канал и ставьте лукалики и царь колокол. Также можете подписываться на мой инст, ссылка в описании.